Друзья, приветствую! Дмитрий из Питера прислал посылку. Да, Дмитрий из Питера, из моего же города, но присылай масло в посылках. Так, значит, в посылке образцы масла Novus Alpha 530, новый продукт от Novus, который, как я понимаю, в свете последних событий пропал с рынка. Так, вот две баночки, свежая отработка. Сейчас посмотрим, проверим. Подпишу, чтобы понятно было. Ну и начну с создания образца. Первым делом, естественно, обновлю спектрограмму, посмотрим на спектр. Вот, и потом уже можно будет проверять отработку. Вот такая спектрограмма. Видно, высокий уровень эстеров. Сейчас я увеличу эту область, посмотрим. Так, это примерно 0,30. Ну, сопоставимо с Mobil 1. Причем это, судя по длине, я так понимаю, что это полиэстеры, более дорогие. Так, далее выбираю данное масло. Подкорректировать данные, которые изменились. Смотрите, уровень противоизносных присадок невысокий, 0,72%. Но, учитывая то, что много эстеров, как бы эстеры частично заменяют. Думаю, что здесь, как бы, с защитой должно быть все в порядке. Так, естественно, гликоль подправляю. Ну и вот щелочное и кислотное. Уже многие из вас знают, что так прибор спектрограмма так реагирует. Эстеры совпадают по пикам с карбоновыми кислотами, и поэтому щелочное занижается, а кислотное завышается. Ну, это масло А5Б5 полнозольное, поэтому я выставляю 10 по кислотному 2,3. Но это тоже по аналогии с Мобилом 1. То есть у Мобила 1 такие же пики, плюс-минус там 0,02. Поэтому таким образом я масло подкорректировал, образец создал, сохранил. Ну и можно приступать к проверке отработки. Это у нас Range Rover Sport 2012 года, трехлитровый турбодизель 306DT, 300 сил на чипе, 251 тысяча пробег. Пробег на масле 5100, при средней скорости 27 км в час это 188 моточасов примерно. Расход топлива 11,7 средний, долито пол-литра масла, ну и EGR отключен. Значит так, смотрите, что намерил прибор. 67% противоизносных присадок, чуть подработались. Гликоль, ну я даже не знаю, затрудняюсь ответить, из-за чего может быть гликоль. Может, конечно, какое-то попадание, но может с чем-то другим, с топливом связан, не знаю. Так, нитрование, сажи немного, четверть процента, хороший уровень. Видимо, топливное работает нормально. Ну и посмотрите, как медленно деградирует масло 2,8 при 2,3 начальных кислотное. И 8,8 щелочное, минимальная просадка. Также мало, значит, воды в масле, в образце в этом. Ну, отлично, огромный запас еще есть. Далее сейчас покажу вам сравнение свежей отработки. Но, учитывая отсутствие отключенной EGR, здесь можно ожидать некоторого, наверное, загущения. Тоже уже не раз убеждался я в этом, что чаще всего отключение EGR приводит к небольшому загущению. Потому что EGR способствует охлаждению камеры сгорания. Ну, здесь плохо видно, но есть небольшое, минимальное, значит, загущение. Ну, можно, я считаю, пренебречьем. Все-таки отлично работает. Мотор, видимо, чип грамотно настроен. Топливо добавлено с учетом отключенного EGR. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И сейчас покажу вам, какой ресурс получился. Ну, ресурс получился шикарный. 850 моточасов, 23 тысячи. Ну, мотор, этот мотор, какой-то уникальный. Ну, такой, отличный, видимо, настройки. Не горячий. Ну, прекрасно, прекрасно работает. Посмотрите, какой большой ресурс. Значит, из этого автомобиля были еще образцы. И сейчас я вам покажу ресурс. Напомню, по теме, это был Mobil Super 3000X1, формула FE 530. И посмотрите, я так понимаю, что Mobil на гидрокрекинге. И посмотрите разница. 678 моточасов мотор, по прогнозу, способен выдержать на гидрокрекинге. И 850 на масле с ПАУ. Здесь можно констатировать, ну, так грубо я прикинул, примерно 25% разницы. То есть, ПАУ примерно на 25% демонстрирует, не знаю, прямая, может быть, это линейная зависимость с другими моторами, с другими там образцами. Ну, вот в данном автомобиле, в данных условиях эксплуатации, хотя вот на Новосе средняя скорость явно выше и значительно выше, значит, ну, вот разница получилась в разных базах, грубо говоря, 25-20-25% в зависимости от того, от чего отталкиваться. От ресурса Новоса, как 100%, или от ресурса Мобила, как 100%. Поэтому, так грубо прикидывать, ну, допустим, там до 30% разница. Если масла на ПАУ дороже, чем гидрокрекинг, более чем на 30%, то тут уже имеет смысл задуматься, а стоит ли их приобретать. Что разница будет одинаковая. Ну, как бы по ресурсу. Но для двигателя будет похуже, если на ПАУ катать там по 20 тысяч, скажем так. В силу того, что накапливается кремний, и он является основным источником износа. Кремний – это пыль дорожная. Я уже много раз говорил, что 80% пыли мы не видим, частиц не видим невооруженным глазом. 80% пыль. То, что мы видим, это всего 20% от объема, то, что нам видно. Глазу видимые частицы от примерно 30-40 микрон. Все остальное спокойно проходит через воздушный фильтр. Самые опасные частицы от 2 до 10 микрон, потому что они попадают в пары трения, вкладыши, кольца. Вот, и накапливаясь с ресурсом масла, они являются главным виновником износа. Вот такая вводная некоторая для понимания. Ну, хорошее крепкое масло, шикарный мотор, хорошо настроен. Настройщик молодцы. Видите, даже загущение не сильно высокое. Топливное работает хорошо, 300 сил, супер. Благодарю, Дмитрия, за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok